Группа красноармейцев, попавшая в окружение, растерянно бродила по Спадчанскому лесу. 10 сентября 1941 года немецкая разведка вступила в Путиваль, древний город, находящийся в Сумской области Украины, отрезав тем самым разрозненным советским частям дорогу к отступлению. Уже было отчаявшись под вечер, красноармейцы вдруг встретили старика, бодро идущего по лесной тропе. Догнав его, один из бойцов спросил, кто вы такой? Я хозяин здешних мест, услышали они в ответ. Старик хитро с улыбкой смотрел на лесных гостей, потревоживших его вечернюю прогулку. Это что же, немцами поставлены? Спросил боец и невольно потянулся за пистолетом. И тут старика как подменили, учтивая улыбка сползла с его губ, и он в грубой форме сказал все, что думает о немцах, их ставленниках и непонятных людях, шляющихся в лесу и задающих ему такие вопросы. Я командир партизанского отряда, гордо сказал старик. Партизанского? И где же ваши люди? Да вот хотя бы, гляди какие хлопцы, ответил дед, показывая рукой на самих красноармейцев. Этим неведомым стариком оказался запорожский казак, кавпак Сидор Артемьевич, украинец по происхождению, командир путевльского партизанского отряда. В это время ему шел 55-й год, и в принципе он был не так уж и стар, но в отряде его называли никак иначе, как дед. Красноармейцы, заблудившиеся в лесу, действительно вступили в его отряд, и на первых порах были самой боеспособной группой, пока другие партизаны, в прошлом представители гражданских профессий, постигали военную науку. Сидор Артемьевич Кавпак родился 26 мая 1887 года в селе Котельво Харьковской губернии, в бедной крестьянской многодетной семье. Во время Первой мировой войны он воевал в 186-м пехотном Асландузском полку на Юго-Западном фронте и был участником Брусиловского прорыва. За боевые заслуги Кавпак был награжден Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степеней и двумя Георгиевскими медалями. После Октябрьской революции он вступил в Российскую коммунистическую партию и во время Гражданской войны возглавлял местный партизанский отряд, боровшийся на Украине с немецкими оккупантами, а затем был бойцом 25-й Чапаевской дивизии и участвовал в боях с армиями генералов Деникина и Врангеля. После вторжения немецких войск на территорию Советского Союза Кавпака, как старого большевика, вызвали в кабинет секретаря райкома партии и дали задание заложить базу в Спотчанском лесу и возглавить партизанский отряд. Поначалу кавпаковцы занимались тем, что помогали выходить из окружения регулярным частям Красной армии и проводили мелкие диверсии в тылу врага, нападали на немецкие грузовики снабжения и минировали дороги. Но уже скоро действия партизан стали более ощутимыми. В начале октября на дороге Конотоп-Кролевец взорвались на минах две легковые машины, где погибли шесть немцев, в их числе и два генерала. А к середине октября на этих дорогах было подорвано уже с десяток грузовиков с боеприпасами и живой силой противника. 19 октября в лесу вдруг раздался крик «Танки!». Их было два, тяжелый и средний. Они ехали со стороны Путивля по главной дороге, прямо к партизанскому штабу и землянкам. Не останавливаясь и с закрытыми люками танки открыли огонь из пушек и пулеметов. Партизанам в последнюю минуту удалось спасти имущество штаба и вынести его в лес, прежде чем он был уничтожен. За два дня до этого отряд Ковпака объединился с другим партизанским отрядом, которым командовал Руднев Семен Васильевич. Он перешел в подчинение Ковпаку и стал исполнять в отряде роль комиссара. На момент нападения танков у Ковпака было уже 57 бойцов, 49 винтовок, 6 автоматов и один ручной пулемет. Были мины, но не было гранат. Партизаны ничего не могли противопоставить танкам. Но в этот момент им фактически повезло. Танки заехали в самую чащу, и у одного из них выскочил палец на гусенице. Танкисты принялись чинить танк, а из люка высунулся наблюдатель. Его-то и снял метким выстрелом Руднев. Партизаны открыли по танкистам огонь из винтовок, и немцы, бросив свою технику, запрыгнули во второй танк, который, огрызаясь огнем, поехал прочь из леса. Уже на выезде он подорвался на мине, которую партизаны успели заложить по приказу Ковпака. После того, как пожар в танке потух, партизаны нашли там 9 трупов, 8 из которых принадлежали танкистам, и один, по всей видимости, предателю, который показал дорогу к партизанской стоянке. Немцы несколько раз пытались штурмовать Спотчанский лес, но захваченный и починенный партизанами танк всегда решал исход битвы в пользу лесных жителей. Каждый раз, оставляя убитыми несколько десятков человек и теряя танкетки и пушки, немцы уходили ни с чем. Ковпаковцы продолжали свои диверсии, и в конце октября смогли взорвать 4 моста, что парализовало движение немецких эшелонов и колонн техники через реку 7. 1 декабря немецкие войска опять пошли на штурм убежища партизан. С наступлением зимы болота замерзли, а следы путевлян стали видны с воздуха, и сравнительно небольшой Спотчанский лес стал представлять из себя ловушку. Партизаны заняли круговую оборону вокруг своих баз. Танк был уже неподвижен и занимал высоту, отбивая атаки немцев, которые наступали от села Новой Шарповке. Бывшие трактористы, а теперь танкисты, подпускали немцев практически вплотную, а потом встречали их огнем. Фашисты рассыпались, отбегали, собирались и снова шли в атаку. Ковпак в этом бою не отходил от танка и все время подавал команды экипажу, корректируя его стрельбу. В этот день бой продолжался до темна. Немцы пытались прорваться к землянкам со всех сторон, но партизаны выдержали и уничтожили полторы сотни противников. Также они захватили пять пулеметов, но израсходовали почти все боеприпасы. Стало ясно, что еще одной атаки они не выдержат, и ковпаковцы решили выйти в рейд и пробиваться в брянские леса. Тогда они еще даже не представляли, какое значение для них приобретет слово рейд. 24 мая ночью партизанские соединения в количестве 750 человек атаковали села, прикрывающие Путиволь со стороны Брянска. В Стрельниках, Вязенке, Яцино и Старой Шарповке были уничтожены венгерские гарнизоны. Полгода отрядков пока ходил по тылам противника, очищая села от полицаев, взрывая мосты, минируя дороги, спуская под откос эшелоны и уничтожая склады, и вот теперь вернулся на родину. Везде, где проходили ковпаковцы, возникали свои местные партизанские отряды, которые при поддержке путевлян быстро обучались и начинали вести самостоятельную борьбу с захватчиками. Отряд ковпака везде находился у себя дома. Пользуясь огромной поддержкой местных жителей, ковпаковцы за короткое время выросли из маленького отряда в огромное партизанское соединение, имеющее в своем арсенале не только пулеметы, но и минометы и пушки. Сначала в планы партизан не входило занятие путевля, но после уничтожения гарнизона в селах оказалось, что все дороги в город свободны. 27 мая партизаны вошли в путевль и в течение целого дня удерживали город за собой. Они освободили заключенных из тюрьмы, взяли богатые трофеи с немецких складов, которые до вечера вывозили в спотчатский лес. Продовольствие же в основном было роздано населению. Только к вечеру в путевль ворвалась колонна немецких танков, и партизаны ушли из города. В июне почти вся северная часть Сумской области была под контролем партизанского соединения. Усиленные немецкие гарнизоны оставались только в крупных районных центрах, где они фактически были блокированы, занимая круговую оборону. Все дороги, проходившие через северную Сумщину в сторону фронта, были закрыты для немецкого автотранспорта. На железной дороге Конотоп-Ворожба один за другим уничтожались воинские эшелоны. Готовясь к большому летнему наступлению 1942 года в обход Москвы на Волгу, гитлеровское командование перебрасывало на восток все свои свободные резервы. Чтобы решить партизанскую проблему, противник выделил против них несколько венгерских полков, предназначавшихся для фронта. 18 июня венгерские части с танками и артиллерией начали наступление на партизан сразу против всех отрядов. Практически целый месяц вели путевляне оборонительные кровопролитные бои, стараясь не удаляться от железной дороги, по которой снова восстановилось движение эшелонов. Взрывая мосты и пуская под откос составы, партизаны, рискуя жизнью и пробиваясь с боями, выходили из одного окружения и оказывались в другом. Только к середине июля Ковпак отдал приказ снова пробиваться в зону Брянских лесов. В августе 1942 года Ковпак Сидор Артемьевич вместе с другими партизанскими командирами был вызван в Кремль. Сталин очень интересовался рейдовой тактикой и дал приказ Ковпаку отправиться на правый берег Днепра для проведения рейдовых атак по коммуникациям противника. Уже в ночь с 25 на 26 октября партизанское соединение, имеющее в своем составе хорошо обмундированных и вооруженных до зубов полторы тысячи человек, 130 пулеметов и 30 минометов, а также два 76-мм и 11-45-мм орудий, выдвинулось в поход. Ковпаковцы переправились на право бережья и прошли по тылам противника, сея хаос и разрушения. Во время своего похода по уже выработанной тактике, взрывая мосты, минируя дороги, пуская под откос эшелоны с боеприпасами и войсками, уничтожая склады противника и вражеские гарнизоны в населенных пунктах, партизаны оттягивали на себя внимание и силы противника. Пройдя по Украине, Белоруссии и снова вернувшись в Украину, они целый месяц удерживали село Оревичи, где проводили разведку немецких укреплений на берегу Днепра. Везде партизаны пользовались огромной поддержкой местных жителей, которые помогали им даже под угрозой карательных мер со стороны немцев. Соединение Ковпака в течение всего похода, практически каждый день участвовавшее в кровопролитных боях и неся потери, никогда не теряло в численности. Желающих вступить в ряды партизан было гораздо больше, чем требовалось, и многим даже приходилось отказывать. Но тем, кому отказывали, помогали устроить местные партизанские отряды, обучая их и насыщая вооружением и взрывчаткой. Под конец своего рейда партизаны с боями пробились на Карпаты и поставили жирную точку своего похода, уничтожив горные нефтяные промыслы Драгобыча, которые служили немцам одним из важнейших источников снабжения горючим Восточного фронта. В этот момент против партизан Ковпака действовали уже две немецкие дивизии, которые были сняты с фронта. Партизан блокировали в горах, но они, израсходовав все боеприпасы, уничтожили свои пушки и, разделившись на малые группы, просочились между немецкими соединениями и вернулись на родину. В итоге, сумским партизанским соединением под командованием Ковпака Сидора Артемьевича и его помощника комиссара Руднева Семена Васильевича, который погиб, выходя из окружения в горах, было пройдено с боями 10 тысяч километров по 18 областям Украины, России и Белоруссии. Истреблено 18 тысяч фашистов, впущено под откос 62 железнодорожных эшелона, взорвано 256 мостов, уничтожено 96 складов, 41 нефтяная вышка, 13 нефтехранилищ, 3 нефтеперегонных и 1 азокеритный завода, 50 узлов связи, до 500 автомашин, 20 танков и броневиков. За образцовое выполнение боевых заданий в тылу врага, мужество и героизм, проявленные при их выполнении, Ковпак Сидор Артемьевич был дважды удостоен Героя Советского Союза. Также ему было присвоено воинское звание генерал-майор. После войны Ковпак был депутатом Верховного Совета Украинской ССР и скончался 11 декабря 1967 года в возрасте 80 лет. Похоронен в Киеве на Байковском кладбище. Спочанский лес в 1967 году был объявлен государственным заповедником. В нем создан партизанский мемориал, немецкий танк, музей партизанской славы, экспонаты которого рассказывают о боевом пути ковпаковцев. Также восстановлен бывший партизанский укрепрайон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok